Тверская область Тверская область Он видел последние минуты моей внучки И пусть он вспоминает об этом Пусть, если ему это было приятно Пусть он радуется Вот этими моментами последними Пусть он знает Что он уже больше воли не увидит И никому больно не сделает Все это время мать Настя Лариса Ходила в суд, как на казнь Тяжело видеть того, кто отобрал у нее дочь Отобрал зверски Это очень страшно Я не хочу не видеть Не слышать этого человека Мне очень страшно, нервно Я не знаю, как пройдет сегодняшний день Очень тяжело Он учился в Москве На милиционера Я представляю, что бы было Если бы он выучился на милиционера Он бы ходил, убивал Сам бы расследовал Вот это было бы очень жутко На первом судебном заседании Чижов впервые сказал Слава покаяния Что чувствуете после этого? Вы спокойны? Нет Вы переживаете? Вы раскаиваетесь? Конечно Ничего такого? Почему я говорю, конечно? Конечно А за что вообще? За что? Могу сказать только, что Так получилось Вину свою признаю Приношу извинения Соболезнования Нет Я не буду принимать Никакие извинения Я только увидела Мне плохо уже стало Нет Он отобрал у меня все Что у меня было Теперь у меня ничего нет Оправиться от гибели Единственного ребенка Лариса не смогла Призналась Живет надеждой Что суд приговорит Чижова К пожизненному лишению свободы Такую же меру наказания Просила для Чижова И сторона Государственного обвинения Но суд решил иначе С учетом личности подсудимого Ранее несудимого Признание им Своей вины в убийстве Его явки с повинной Судом назначено Окончательное наказание В виде лишения свободы На срок 22 года С отбыванием наказания В исправительной колонии Строгого режима С ограничением свободы На полтора года Заявленные потерпевшие Иск о взыскании Свыше 111 тысяч рублей Причиненного преступлением Имущественного вреда И 1 миллион рублей Компенсации морального вреда Удовлетворены в полном объеме Сегодня стало известно Что сторона Государственного обвинения Подает апелляционную жалобу В Верховный суд Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин